Пускай меня расстреляют вместо вас. Шел 1919 год. Возле старой графской усадьбы остановился полк красноармейцев. Поздно вечером в дверь дома постучались. Когда графиня открыла дверь, то увидела на пороге стояла девушка-санитарка. «Здравствуйте», — сказала она, — «я случайно увидела, как составлялись списки врагов народа. Вас должны ночью арестовать. Если вы не убежите отсюда, вас расстреляют. Куда же я убегу? У меня двое маленьких детей, один из них болен. Меня на первом же перекрестке остановят. Я знаю, что нужно сделать. Я назовусь вашим именем, и тогда меня расстреляют вместо вас. А вас искать никто не будет. Зачем вы это делаете? Я в детстве очень сильно заболела. И я дала обет Богу, что если Бог даст мне здоровье, то я посвящу себя Богу. В 18 лет я стала послушницей монастыря. Потом революция. Монастырь закрыли. Монахинь разогнали. И я стала медсестрой большевиков. Однако я чувствую, что свой обет не выполнила. Пожалуйста, примите мое предложение. Вам нужнее земная жизнь. И у вас дети есть. Для меня не жизнь, Христос, а смерть, приобретение. Так сказала девушка, и графиня заплакала. Прошел год. Санитарку расстреляли, а графиня с детьми бежала во Францию. Эта образованная и красивая женщина из благодородной семьи устроилась с санитаркой в провинциальный госпиталь. Ей предлагали хорошую работу, выгодную партию, но она отказалась от всех самых заманчивых предложений. Одна французская журналистка взяла у нее интервью. Слова русской графини глубоко потрясли эту француженку. «Почему вы пошли на эту тяжелую и унизительную работу?» Спросила журналистка. «Одна девушка отдала за меня и моих детей свою жизнь. Я знаю, что она с Богом на небесах, и она смотрит на меня. Я не хочу, чтобы ее кровь была ценой моего эгоистического счастья. Я чувствую, что должна как-то ответить на ее поступок, поэтому я решила продолжить ее жизнь». Этот рассказ – замечательная иллюстрация того, что сделал для нас Христос.